вы знаете первое вот что по поводу панических атак важно вот писание говорит истина сделает вас свободными истина это конечно в иисусе христе но и также вы должны знать что от панических а так никогда в жизни еще никто не умирал что многие люди вот у кого есть панические атаки они боятся за жизнь свою многие вот особенно сейчас в это время у многих панические атаки связано с тем что они боятся вот что они чем-то заболеют и умрут или с ними что-то произойдет там вот или боясь за будущее вообще первое вы должны знать что от этого еще никогда никто не умирал поэтому вы просто должны это принять что от панических а так никогда в жизни никто не умирал это раз номер два мы должны знать выход что писание говорит в любви нет страха вы знаете в божьей любви мы должны осознать мы должны это понять что в божий вот в боге нету никакого страха именно в любви то есть нам нужно принять божию любовь писание говорит в чем любовь не в том что ты его возлюбил а в том что он тебя возлюбил нам нужно уверовать в эту любовь что он возлюбил что такое божья любовь тут божья любовь божья любовь это не твоя любовь это не то что ты любишь бога а это то что он любит тебя вот что такое божья любовь она на этом основана не на твоей любви она основана на том что он любит тебя и мы должны это просто знать мы должны пропитаны быть тем, что он любит нас. И вот теперь смотрите, представьте, вот как мама очень сильно любит своего маленького ребенка. Она не допустит, чтобы вот там с ним что-то произошло. У него прыщик какой-нибудь скачет, и она уже там бьет тревогу. И Писание говорит, что он намного больше любит нас, чем какой-либо отец или чем какая-либо мать. Его любовь намного больше. И мы должны знать, что он любит тебя. Просто давайте доверимся его любви. Он не допустит, чтобы с тобой что-то произошло. Чтобы в будущем у тебя ничего не получилось, он не допустит. Все происходит по вере. Если мы верим, что он не допустит, вся моя жизнь в его руках, мое здоровье в его руках. Просто то, что мы ему отдаем, то, что мы ему доверяем, вот там он и действует. Почему у многих людей Бог, скажем так, не действует? Потому что мы ему не отдаем это. Мы не доверяем ему какие-то сферы жизни. Поэтому номер один, давайте доверимся ему. Давайте все вот просто уповайте на него. Все будет хорошо во имя Иисуса Креста. Прямо сейчас, если у вас есть эта проблема, проблема страха за будущее, проблема страха за детей. Панических атак. Панические атаки. Если вы боитесь потерять работу, боитесь, что ваша семья будет разрушена. Друзья, просто исповедуйте сейчас с пасторами, с ее. Нет ни одной сферы. Потому что Писание очень четко говорит, то, что он так возлюбил, это он возлюбил, что не может нас отлучить вообще ничто. Написано никакая глубина, нет ни одной сферы вообще в жизни человека на этой земле, которая бы могла отлучить его любовь от нашей жизни. Там написано не настоящее и не будущее. Все твои будущие страхи уже покрыты его любовью. И когда мы принимаем и получаем это откровение, это освобождает тебя не только от паники, но от любой физической болезни, от любой мутации, от любого проклятия во имя Иисуса Христа. Это просто сходит сейчас на тебя. Это сходит на любой физический даже недостаток. И кто сейчас не слышит, и кто сейчас плохо видит или не видит вообще. Если ты сейчас слышишь просто дерзновение, такое помазание сходит на тебя, потому что он возлюбил тебя во имя Иисуса Христа. И его кровь, его раны сейчас уже освободили тебя во имя Иисуса. И это происходит прямо сейчас. Так интересно. Я вспоминаю Иоанн 15 главу, где написано о лозе, то, что мы его ветви, мы привиты. И там написано, что та ветвь, которая не приносит плода, ее отрезают. И представляете, когда Брюс Уилкинсон написал эту книгу, великий библейский учитель, и изучал очень глубоко этот вопрос на всех языках, греческие, еврейские, арамейские, то он, он установил, он понял, что там не написано, что эта ветвь отрезается, она поднимается, потому что там шла речь о тех ветвях, которые не были на солнце, которые были прибиты землей, и была на них пыль. И тогда отец, виноградарь, он подходил к этим веточкам, и он их поднимал на место, где солнце, где открытое пространство. Вот так Бог любит нас. Он не просто отрезает, да, он воспитывает, да, он показывает какие-то вещи, но он это делает своей любви. Нет ни одного человека на земле, который не, которого он не любит. И это вот просто так сердце, знаешь, во имя Иисуса Христа, да, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя. О да, Господь, драгоценный, просто принимайте, просто исповедуйте за пасторами. Я принимаю дух свободы от страха, я принимаю свободу от страха перемен, я вхожу в Твою близость, Господь. Пусть мой дом, мое сердце, моя душа будут сейчас местом встречи с Тобой, пусть я буду с киньей Давида, которая проносится сквозь века, с киньей Моисея, дана нам как образ. Но с кинью Давида и сложение Давида Бог поднял так высоко, потому что все его сердце, все его послание было открыться народам, чтобы они пришли к нему, чтобы они познали его. Придите и познайте, что я Господь. Призывайте его, это легко, призовите его, потому что он близко. Приглашайте и переживайте его прямо сейчас. Хочу еще помолиться, высвободить, и мы продолжим, потом еще мы будем говорить о безумии, сумасшествии. Если у вас есть какие-то проблемы с безумием, то есть вы боитесь, может быть, сойти с ума, или уже у вас родственники, или вы вот кто-то слушает, это будет для вас. То есть я верю, что активация произойдет, и будет очень много освобождений, и вы получите новое мышление, новый ум во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас мы помолимся, чтобы страх ушел, чтобы вот эти панические атаки ушли. Мы должны довериться Богу. Дорогие друзья, доверьтесь полностью Богу, что он очень сильно любит вас, и он не судит вас. Он отдал своего сына за каждого из нас. И прямо сейчас, если вы вот еще ни разу даже не принимали Иисуса Христа в жизнь свою, примите его. И он есть исцеление ваше, и также спасение. Скажите сейчас вместе с нами, Отец Небесный, я прямо сейчас в этой молитве отрекаюсь от всех грехов, от страхов, от панических атак, и от всякого демонического влияния. И прямо сейчас, Иисус Христос, я призываю тебя в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в тебя, что ты отдал свою жизнь за мои грехи и болезни, и воскрес в мое оправдание. И я принимаю прощение всех своих грехов и дар вечной жизни. И я также принимаю свободу от всякого страха и от панических атак во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы приняли сейчас Иисуса Христа, вы приняли спасение, вы должны знать, вы спасены. И прямо сейчас я молюсь за вас, просто принимайте сейчас. Дух страха, убирайся вон прямо сейчас. Во имя Иисуса. Дух панических атак, убирайся вон прямо сейчас. Во имя Иисуса. Будьте освобождены, будьте свободны прямо сейчас, свобода в Духе Святом, сейчас, за место страха, я высвобождаю Дух Небоязни сейчас, прямо сейчас, во имя Иисуса, Божий мир высвобождаю, вашу душу, ваше сердце, прямо сейчас, вы свободны, во имя Иисуса Христа, будьте свободны полностью, и уповайте на Него, Он наша защита, и ничего с вами не произойдет, во имя Иисуса Христа, аминь. Редактор субтитров А.Семкин